Здравствуйте, меня зовут Вадим Климов, я автор программы Афиша, в которой речь идет о культуре в городе Барнауле. О том, что в городе ничего не происходит в области культуры, жалуются многие, не знаю, что нужно гражданам, но музеи, выставочные залы, галереи, концертные площадки, филармония и театры – все в городе есть, нет только театра оперы и балета. Культура в городе существует, можно говорить о прогрессии, можно говорить об упадке, это как в притче – оптимист, пессимист и стакан. Для одного он наполовину полон, для другого наполовину пуст, у меня же другой вопрос – где вторая половина? Искусство есть, и это уже прекрасно, сегодня поговорим про танцы в широком смысле этого понятия. В ресторан «Куку Лекс» я пригласил известного хореографа Ларису Любилову. Помимо нашей беседы, будет сюжет о презентации журнала «Алтай» и культура «Алтайского края». Немного о спектакле молодежного театра Алтая «Бог резни» и про творческий вечер художника Дарьи Демкиной, который прошел в банкет холли того самого ресторана «Куку». Мы вновь в ресторане «Куку Лекс». Как обычно, мы говорим здесь о культуре. Мы вообще в рамках программы «Афиши» только о культуре и искусстве в городе Барнауле и говорим. Сегодня у нас в гостях Лариса Любиловая, человек очень известный в городе, в области хореографии тем более. Лариса, скажи мне, пожалуйста, за долгие годы творческой деятельности тебя и твоего коллектива, который даже уже, наверное, и коллективом-то трудно назвать, потому что это некое движение хореографическое, понятно, сложились с ней какие-то тенденции, да? И вот ты всегда была, значит, впереди чуть-чуть всех. Что сейчас самое интересное, самое продвинутое и самое актуальное в хореографии и именно в барнаульской хореографии? Ну, если говорить о профессиональных направлениях, то, конечно, сейчас очень сильно развиваются все современные направления, начиная от молодежных, заканчивая фитнес-направлениями. Но я думаю, что это любой из зрителей может почитать в любом модном журнале, потому что отчеты с вечеринок, отчеты с модных каких-то гастролей, вот сейчас там танцы на ТНТ были и так далее, они очень широко освещаются. Но я считаю, что самое главное, что происходит в Барнауле за последние, я скажу так, наверное, лет 7-5-7, это то, что хореография становится таким уже культурным пространством, куда приходят непрофессионалы и не только дети, которые потом хотят стать профессионалами. Туда приходят взрослые люди для того, чтобы получить эмоции. То есть это так называемые танцевальные клубы, когда люди в 30, в 40, в 50, в 60 идут учиться танцевать. И не просто танцы, а танцы для души. И не для того, чтобы поднять свою физическую форму, а для того, чтобы получить удовольствие. Ну вот понятно, что детей, которых ведут, буквально на днях у меня очередная знакомая, говорит, дай, пожалуйста, номера и контакты барнаульских хореографических студий, ребенку там 5 лет, танцует, хочет танцевать. Лучше всех танцует, как обычно, да. Как обычно, мамы хватают ребенка, ведут. Понятно, что берут всех. Я клоню к профессионализму. Вот девочку взяли, она протанцевала в коллективе там 10 лет, ей стало 15, пора поступать куда-то. И она приходит в профессиональный, скажем так, ну, более-менее контент, когда она в университет какой-нибудь, в институт культуры поступает. И тут выясняется, что она, ну, не самая лучшая танцовщица, потому что в студии-то она платила, ее содержали. Не кажется ли тебе, что вот как раз та тенденция, когда взрослый приходит, танцует, это расширяет пространство, а изменяет его как раз вот эти вот платные, своеобразные студии, в которые берут все? Или я ошибаюсь? Я считаю, что это совершенно два разных направления. Потому что если мы говорим о профессиональном танцоре, в городе Барнауле, в Алтайском крае, профессионалами у нас могут быть только танцоры народного танца. Именно как танцоры. Потому что у нас есть профессиональный коллектив, великолепные коллективы этой юности, Алтай. У нас нет профессиональных коллективов современного танца. У нас нет профессиональных коллективов спортивного бального танца. Поэтому все остальные направления, они в большинстве своем, они любительские, но очень высокого уровня. Соответственно, то, чему учат в институтах, это в основном хореографы, это педагоги. И вот мы профессиональные хореографы, но мы не профессиональные танцы. Большинство наших учеников, которые закончили институт, колледж и так далее, они профессиональные педагоги. И за счет этого развивается город Барнауле. Да, тогда мне становится все понятно, как это все формирует. Но вернемся все же вот к тому, что для души. Не для сцены, для зарабатывания денег, а для души. Мне вспомнился фильм какой-то замечательный с Ричардом Гиром, по-моему. Давайте потанцуем. Давайте потанцуем. У меня старшая сестра ходит в Токио танцевать со своим мужем, специально занимается танцами. А какие там танцы? Что сейчас самое популярное? Это вот то вальсирование, которое было на площадках городских парков у наших родителей, или то, что было в нашей молодости? А что было, кстати, в нашей молодости? В нашей молодости были диско-танцы, поэтому мы не вальсировали, честно хочу сказать. В дискотеке, нет. Сейчас люди хотят изучать танцы более глубоко, те люди, которые приходят учиться танцевать. Лет пять назад, конечно, был совершенно бум-хастла. То есть это такой танец, который, самая главная его особенность, он очень легко изучается. Для людей это было главное. Затем пошел бум латиноамериканской культуры, он все еще продолжается. Огромные фестивали, сальсы, бочатки, зомбы, они захватывают уже всю Сибирь. Они очень великолепные фестивали, проходят много танцевальных школ. Но вот наша душа и то, что нам больше всего нравится, это, конечно, аргентинская танго. Потому что, на мой взгляд, это самый интеллектуальный танец, который включает в себя не только изучение хореографии, но изучение музыки, изучение истории танца, истории взаимоотношений в паре. Это, вот у нас есть пары, которые занимаются по пять-семь лет только аргентинским танго. То есть я считаю, это уже хобби, это уже образ жизни определенный. И вот любительское танцевание, оно несет в себе более широкий спектр взаимоотношений. Потому что это не просто люди приходят и учатся танцевать. Это организовываются некие вечеринки, на которых играет соответствующая музыка. Если получается приглашать музыкантов, которые играют эту музыку, например, танго великолепную или латиноамериканскую, то есть создается некая атмосфера, культурная атмосфера, в которой люди получают удовольствие. Причем получают удовольствие не только те, кто учатся танцевать, а даже они просто приходят с друзьями, и люди говорят, как хорошо, мы отдохнули. Скажи мне, пожалуйста, я недавно спрашивал у молодых людей, куда они ходят на танцы. Ну, у нас были дискотеки, мы только что выяснили. Сейчас, наверное, есть клубы, да, какие-то большие клубы, куда люди все равно приходят, и девочки танцуют, и тому подобное. Вот эта клубная эстетика танцев, ее можно хоть как-то сформулировать языком? Или это вот набор непонятных движений? Там вообще мода внутри есть какая-то? А вы имеете в виду современные клубы? Конечно, есть. Конечно, мода, она формируется музыкой. Но, к сожалению, совсем в клубах очень мало есть людей, которые чувствуют тенденции музыки и относительно хореографии. То есть, видимо, скорее танцоры гоу-гоу, те, которые поддерживают это клубное движение, они понимают эту разницу, и они профессионально ее оттанцовывают. Те люди, которые танцуют на танцполе, к сожалению, не так много, кто действительно умеет, хочет и учится танцевать. А вот то, о чем я говорю, как раз невозможно участвовать в этом культурном процессе, не будучи в нем. Ты должен обязательно хотя бы поучиться немножко потанцевать, или кто-то тебе друг рассказал об этом. Я почему вспомнил, мы как-то были в клубе, где как раз твои, как правильно это назвать, тренеры, педагоги. Прям в клубе обучали людей на танцполе как раз каким-то элементарным. Там латинка была, я знаю, о чем вы говорите. И это быстро, очень интересно, подхватилось аудитории, было любопытно. Я тут на днях обратил внимание, что на одном из ДК города Барнаул до сих пор висит объявление «Вечер танцев кому за 30». Вот интересно, что там происходит, как ты думаешь? Я знаю, что там происходит. Там играет настоящая Вия, вот те самые Вия, которые есть еще у нас, слава богу, в городе. Это меня радует, потому что это тоже такая часть, пласт культуры, которые играют музыку соответствующую. И взрослые люди приходят и танцуют. Вот как в наши времена, мне кажется, как было, так все и осталось. И это тоже хорошо, потому что танец должен быть разнообразный, и каждый должен найти свою нишу. Каждый должен получить удовольствие. Потому что я не хочу сказать, что я там взрослый человек, и я не получаю удовольствия от похода в современный клуб. Я это получаю, и это я могу сделать два раза в год. А в пятницу вечером хочется пойти и получить эмоции. Это не всегда кино, это не всегда театр. В свое время, когда появились там танцы на льду, или хоры, битвы хоров, резко возрос интерес к тому или иному творчеству. Ну, во-первых, запели все и так далее. Сейчас на одном из каналов активно идут вот эти танцы. И я даже иногда там поглядываю что-то, отбор любопытно, смешно, интересно. Это подвигло людей, вот это сработало как реклама. Люди пошли в эти танцевальные клубы. На самом деле, огромное количество танцевальных проектов, огромное количество. И они начинались, если вы помните, с танцев со звездами, когда именно танцевали в парах. Вот тогда это сыграло на рекламу парного танцевания очень сильно. Это было порядка 4-5 лет назад. Действительно, люди захотели танцевать. Опять же, Ричард Бир, все посмотрели этот фильм «Давайте танцевать сейчас». Все танцевальные проекты, они тут уже на современных направлениях, на джаз-фанке, на других направлениях. То есть, ориентируем более на молодых. На молодых. Сейчас да. Сейчас да. И для молодых это хорошо. Но я думаю, что вот тот сдвиг, он произошел. То есть, люди уже знают о том, что можно пойти учиться танцевать. Если 10 лет назад это было, как, как можно пойти танцевать, мне там 36 лет. А сейчас это уже нормальные люди говорят, я просто ленюсь. Вот уже сдвиг произошел в сознании. Я думаю, что вот как раз твой творческий путь и вообще вот та активность, которую ты проявляешь, должны сподвигнуть все более людей, ну, такому творческому порыву. За что тебе большое спасибо. Вот тебе, кстати, такой сертификат на посещение этого ресторана и творческих успехов. Спасибо большое. После сложных реформ в местном литературном пространстве, которые, на мой взгляд, вызваны не объективными условиями, а предвзятым отношением высокопоставленного чиновника к местной литературе, казалось, что писательской организации главный толстый краевой литературный журнал останутся в прошлом. Если участь писательской организации так и находится в подвешенном состоянии, совсем уничтожить ее на местном уровне не получается, все же это большая всероссийская организация с богатым советским прошлым, то журнал «Алтай» после оптимизации вышел на уровень минимальной стабильности, поддержания рефлексов для существования. В Краевой библиотеке прошла презентация сразу двух важных краевых периодических изданий литературного журнала «Алтай» и журнала культуры «Алтайского края». «Алтай» всегда был флагманским изданием алтайских писателей. Он как барометр показывает уровень давления на литературу. Этот номер великолепно отражает происходящее в литературном процессе и в обществе в целом. Журнал этот перестал влиять на литературные интересы общества по самой банальной причине. У него минимальный тираж – 1600 экземпляров. Это как раз по одному авторам и по одному во все краевые библиотеки. Теперь вы не увидите журнал в киосках, он доступен только специалистам, которые и так могут познакомиться с новыми произведениями алтайских писателей, потому что пока существуют некоторые издательские проекты, но и они скоро будут переориентированы на издание краеведческой литературы. Это доказывают последние издательские инициативы высокопоставленного чиновника. Что касается журнала «Культура Алтайского края», это иллюстрированное издание рассказывает о заметных событиях в области культуры. Журнал насыщен интересными материалами, к работе привлечены уважаемые авторы, хорошие специалисты, и все хорошо. Только нужно учитывать, что задуман журнал как массовое пропагандистское и просветительское издание. Так он и выглядит по всем материалам, только издается по квартальным тиражам 2000 экземпляров, что говорит об узкой внутриотраслевой аудитории. Журнал является доказательством того, что культура в крае есть. При всей декларативной ангажированности надо отдать должное. Журнал остается интересным и объективным. Для того, чтобы познакомиться с этими двумя важными журналами для «Культуры края», нужно знать, как пройти в библиотеку. Социально острый спектакль в Молодежном театре Алтая «Бог резни». Летняя премьера, поэтому, как мне кажется, прошла незаметно. «Бог резни» и «Ясминареза» – комедия. Но это такая комедия, где смешно вопреки. В нескольких словах сюжет. Две семьи разбираются, почему один мальчик 12 лет ударил второго мальчика и выбил зуб. Все культурно-социальные противоречия всплывают в их разговоре. В этом вся глубина конфликта. Режиссер-постановщик Анна Зиновьева выстроила спектакль в традиционной плоскости. Это реалистический русский психологический театр. И актеры, воспитанные в такой школе, легко существуют, проникшись характерами своих героев. Галина Чумакова в роли Вероники отлично держит спектакль. Кажется, что вокруг нее все и выстраивается. Так и есть, ведь ее героиня – инициатор встречи. И она – центр композиции, которую предлагает режиссер. В роли ее мужа, Мишеля, по очереди заняты два актера – Анатолий Кашкарев и Виктор Синицын. Два зрелых артиста. Особенно гармонично на сцене выглядит Кашкарев, но это скорее моя личная симпатия к актеру. Роль Аннетт играет Юлия Юрьева и Светлана Лепихина. Я давно говорил, что актерский потенциал Юрьева и многие режиссеры просмотрели. Пожалуй, Виктория Алифирова в спектакле «Еще раз про любовь» разглядела уже большой актерский опыт и мастерство. И в этом спектакле ее игра многогранна, наполнена не поверхностными штампами истерики, а внутренними переживаниями. Ее супруга Алина играет Евгений Любицкий. Его персонаж прямолинейный, таков и рисунок его роли. «Бог резни – хороший спектакль. Мне показалось, зритель все понимает. Во все вникает и, выходя из зала, знает, почему эта комедия такая не смешная». Творческий вечер художника Дарьи Демкиной – это новый формат в продвижении творчества, сказали бы маркетологи в области изобразительного искусства. Такие встречи предполагают общение автора со зрителем, что художнику дает представление о реакции публики на его искусство, а зрителю более глубокое понимание творческих задач автора. Обычно принято проводить творческие встречи с литераторами, на которых читатель задает вопросы писателю или поэту. Отвечая на эти вопросы, выстраивается диалог между литератором и читательской аудиторией. Привычные творческие встречи режиссеров и актеров с поклонниками. На этих встречах режиссер раскрывает свои замыслы, рассказывает о творческих задачах. Творческие встречи с художниками – это редкое явление. Дарья Демкина художник активная, она участник многих выставочных проектов. Художник заметный, с яркой темой. В ее произведениях очевидно философское отношение к истории, которую рассказывает автор. В ее произведениях нет простоты пейзажного реализма, нет традиционного построения сюжета. В ее работах зритель находит мистическую загадочность, лирические переживания – все то, что окружает художника, пытающегося раскрыть эмоциональную сущность мира, а не копирующего мир с натурой. Встреча прошла в банкет-холле ресторанного комплекса «Ку-ку». Это отличное место для проведения небольших встреч в дружеской обстановке. Хорошая кухня, легкие фуршетные закуски – все способствовало для дружеской беседы. Несколько лет назад, когда еще велось строительство помещения, где сегодня расположен банкет-холл, группа художников проводила выставку, посвященную 155-летию пребывания Достоевского в Барнауле. Выставка называлась «Красота спасет мир». Мне кажется, что в некотором смысле ответ получен – все было красиво. Дамы и господа, понимание того, что Барнаул занял 70-какое-то место из 100 городов России по комфорту проживания, при этом, что Барнаул замыкает двадцатку городов страны вообще, можно прийти в полнейшее уныние. Но есть одно спасение – смотреть на город через культуру. Поверьте опыту, мы еще не достигли дна, но стремимся. Это общая тенденция, потому что музы замолчали, говорят пушки. Сходите в театр в Молодежном театре Алтае премьера «Вишневый сад», в Театре музыкальной комедии «Труфальдино» из Бергамо. Есть в городе и независимый театр. 16 ноября в галерее Республика ИЗО спектакль «Медея». Субтитры создавал DimaTorzok Идите в музей, сходите в выставочный зал Союза художников. В галерее Республика ИЗО 24-го состоится закрытие выставки молодых художников города Барнаула «Собрание-3». В этот же день там состоится концерт новой музыки «Тыква-резонатор». А 7 ноября – открытие фото-выставки классика алтайской фотографии Александра Волобуева. Танцуйте, как призывает Лариса, и не забудьте про кино. Кино – одно из важнейших искусств. Эверест, марсианин, прогулка, Пен путешествия в Нитландию, родина, багровый пик, без границ, монстры на каникулах, крутые яйца. Всего доброго, творческих успехов, легко и свободно. Такси Европа, они всегда рядом. Вызови такси. 4-0-0-7-0-0. Тихо, маму разбудишь. Здравствуйте, вас приветствует служба заказа такси Европа. Потише, детей разбудишь. Мы всегда рядом. В любое время, в любое место. Справедливые цены. Субтитры создавал DimaTorzok